всем привет сегодня я буду вам показывать свою последнюю посылочку и так что в моих обновках я купил огромный набор листов моя дизайн буду вам показывать сегодня полный набор винтаж бэби и также еще здесь будет много листов из других коллекций тоже моя дизайн не знаю почему-то мне очень 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 последнее время именно потянула на эту бумагу вот поэтому кто хочет посмотрите кому интересно и также я покажу вот такие вот мелочи которые я приобрела это уже для работ более как микс медийных начну наверное с моего самого большого разочарования это вот эти вот цветочки получается что 10 цветочков мне стоили 90 гривен и я на самом деле как-то не посмотрела на размеры я думаю что они намного больше но они оказались такие крошечные хотя цветочки в принципе сами по себе неплохие конечно были бы они чуть чуть побольше вот такой вот цветочек магнолий я еще заказала интересные цветочки они как раз вот недорогие достаточно хорошие мне нравится цвет такой универсальный теперь пробежимся по чернила я совсем недавно вам показывал вот такие вот чернила покупала черного цвета да и я начала делать работы микс меди мне если честно не очень понравились я не очень люблю черный цвет такого насыщенный черный я стараюсь уходить от него поэтому я себе заказала другие чернила это уже фирма рейнджер немножечко получше сохнуть и не будут быстрее чем color box размываться они не будут и вот эти чернила уже идут серого цвета вот серый у нас и также еще вот я купила новую подушечку дистресс ранее у меня была вот такая вот это у нас скетер стро называется да а это у меня фрайт бурлоб вот и я уже ее попробовала вот кстати как раз вот этот вот вторая до подушечка это вот здесь вот у меня как раз на контуре вот это вот она а вот это вот желтенькая вот я вам ее сейчас покажу вот такая вот она по краю немножко такой желтый как с оттеночком чуть-чуть немножечко к оранжевому дам склоняется ну а вот сравните да это у нас черные чернила а это у нас серые чернила мне разница видна и я очень этим довольна также я купила от фабрики декора цветной песок называется винтажное серебро вот он такой вот мне кажется можно сказать до среднего такого размера и вот я его уже использовал в работе микс медийной совсем недавно попыталась сделать вот такой вот холст и вот здесь вот как раз есть вот этот вот песочек вот обратите внимание вот тут вот он таким мелким штрихом а также есть еще вот здесь куда он вроде так совсем меленький но вы знаете он придает небольшое разнообразие служит как дополнительная деталью качестве декора очень интересно и также вот я впервые попробовала сухие краски это такие вот порошковые краски от фабрики декора есть они и у других производителей вот они вот такие вот да они как порошок такой сухой пигмент в общем то он очень хорошо разводится водой и вы можете контролировать интенсивность вашего цвета вот я выбрала три цвета себе марс коричневый изумрудно-зеленый и ярко-голубой здесь вот в работе я использовала всего лишь вот эти вот два цвета и также я еще брала здесь вот такой вот коричневый спрей от евгения курдибановская он более сероватого цвета эти краски очень похожи на акварельные но они лучше ложатся на поверхность они не слишком скатываются действительно мне очень нравится что вот их можно наносить ну абсолютно по разному их можно кисточкой также ими можно посыпать вашу работу вот я покрасила отдельно листик это зеленой красочкой а вот здесь вот голубая и коричневая и кстати вот еще зеленая это вот образец да что если вдруг вы такой захотите то вот красит именно вот таким вот цветом очень неплохо мне очень нравится здесь конечно же чуть-чуть не размылось пятнышко но его можно размыть водичкой и тогда оно станет не таким насыщенным и еще хочу пару слов сказать об акриловом медиуме прозрачным его тоже я заказала в этой своей посылочке забыла просто положить его в кучу со всеми вот значит смотрите пишут что медиум акриловый прозрачный честно вам скажу нифига он не прозрачный я вот им пыталась вот тут вот покрыть вот эти вот бабочки да чтобы защитить как бы мой слой краски и ну эти бабочки вот они как сказать померкли что ли то есть он просто перекрыл белым цветом весь рисуночек моей бабочки они стали очень неяркие и здесь вот тоже я пыталась на медиум наклеить бисер медиумы можно использовать прозрачный медиумы можно использовать еще как клей чтобы приклеивать всякие мелкие детали по типу бисера там вот я пыталась как пользоваться им вот в этом кусочке и как видим остается да он приклеил хорошо но остался белый след поэтому медиум от фабрики декора прозрачный акриловый не прозрачный он наполовину прозрачный наполовину белый но кстати вот эти вот все остальные детали я как раз клеила вот на этот же самый медиум все очень очень такое тугенькая вот смотрите все вообще прекрасно держится поэтому в качестве клея конечно эта вещь очень хорошая и теперь плавненько мы подошли к набору бумаги винтаж бэби а также к другим листам производителя майя дизайн буду сейчас показывать вам вблизи каждый листик все листы конечно же чудесным образом сочетается между собой если вы покупаете бумагу этого производителя то у вас вообще не будет проблем с подбором листов и вообще мне кажется складывать страницы намного легче с такими листами хотя конечно же они очень дорогие по сравнению со всеми остальными я уже говорила что в этой коллекции очень здорово что делать вот такие вот полосочки с обратной стороны которые можно использовать в качестве дополнительного декора мне очень нравится потому что обычно в магах как бы эти полоски практически бесполезны в частности в общем а в общем в общем в общем Продолжение следует... 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 Продолжение следует...